Моё почтение, дамы и господа, меня зовут Костя, и сегодня я бы хотел рассказать о смартфоне Xiaomi Mi 8 Lite, сделать такой краткий обзор смартфона. Приехал девайс ко мне с Pandao и находится в прямой эксплуатации уже ровно неделю, и поэтому я уже могу сделать полноценные выводы и сказать, что мне нравится в смартфоне, а что же всё-таки могло быть и лучше. О комплектации смартфона рассказывал в своей распаковке, так что можете посмотреть её по ссылке в описании. Внешний вид достаточно стандартный, как для смартфона конца 2018 года, это бутерброд и стёкол с алюминиевой рамой. Ко мне приехал образец в чёрном цвете, также есть красный и синий, присутствует градиент. И как многие уже заметили, последние смартфоны от Xiaomi действительно охуэлились. Ну да ладно, лично мне внешний вид смартфона действительно понравился. Ничего не скрипит, не продавливается, зазоров нету. На нижнем торце расположились перфорации под основной динамик, разъём Type-C, а также перфорации под микрофон. Телефон лежит в руке удобно, потому что сразу как распаковал его, надел мягкий силиконовый бампер, который шёл в комплекте. Экран смартфона получил 6,26 дюймов матрицу IPS. Разрешение Full HD+, это уже стандарт, вытянутый дисплей и присутствует, конечно же, монобровь. Экран насыщенный, с цветопередача полный порядок. Сердцем устройства стал уже давно зарекомендовавший в себя процессор. Qualcomm Snapdragon 660. Памяти на борту 4,64. Есть также модификации 4,128 и 6,128. Android 8.1, прикрытый фирменной оболочкой от Xiaomi, 10-й версии. Сам интерфейс системы достаточно шустрый, но я заметил подёрги во время использования жестов, поэтому я их отключил и активировал на экранной кнопке. Одна из самых сильных сторон этого устройства, это его камера. Сдвоенный модуль камеры, один 12 Мп от Sony, вспомогательный 5 Мп от Samsung. Вкратце подытожу, что камеры данного смартфона полностью оправдывают его цену. Примеры фотографий у вас на экране. Фото были сделаны на полном автомате. Фронтальная же камера получила модуль на 24 Мп. И такой неплохой получился селфи фон. Так, с камерой разобрались, перейдём к звуку. Звук из основного динамика, мультимедийного, меня достаточно порадовал. Запасы по громкости есть, детализация и басы присутствуют. А что касается разговорного динамика, тут всё неоднозначно. С собеседника слышно хорошо, но присутствует эффект эхо, что не очень приятно для моего уха. Также я ожидал от этого устройства большего времени автономной работы от батареи. Ёмкость батареи здесь составляет 3350 мАч. И при средней нагрузке на телефон он еле доживал до вечера. А если играть в игры, то 2,5-3,5 часа работы смартфона. Но на более можете не рассчитывать. Конечно же, это средний показатель по больнице. Просто до этого я тестировал смартфон Meizu M6 Note. И там ёмкость батареи 4000 мАч. И он показывал просто феноменальные результаты. Два дня полноценной работы при средней нагрузке на смартфон. Но сейчас речь не о нём. И стоит подытожить о смартфоне Xiaomi Mi 8 Lite. Что можно отметить в этом смартфоне? Наличие Type-C, порта. Отличные камеры и неплохой внешний вид. Просто молниеносный дактилоскопический сканер отпечатка пальца, который встретишь не в каждом современном смартфоне. И хорошую производительность данного смартфона. Не стал записывать видео о тестах в играх. Тут всё понятно. 660 Snapdragon. Любые практически игры на среднем и максимальных настройках. Танки на максималках. PUBG на средних. Всё идёт плавно и стабильно. Никаких просадок нет. Если вы досмотрели мой обзор до конца, то выражаю вам большую благодарность. Это моё второе видео. И с каждым разом я буду совершенствовать свой видеоматериал и качество поставляемого контента. Поддержите, пожалуйста, канал лайком. Подпишитесь. И спасибо. С вами был ProTip. Ну, хотя я, может, канал изменю. Ещё название я ещё до конца не придумал. Может, что посоветуйте? Напишите в комментариях. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok